Пастера 34 – самое сердце старой Одессы, которая сегодня бьется все слабее и слабее. Это дом 1891 года постройки. Местные жители, кажется, уже смирились с коммунальными проблемами. Однако фасад не выдерживает и рушится прямо на голову людей. Наталья живет здесь уже более 14 лет. Говорит, за все эти годы никто ничего не ремонтировал, несмотря на многочисленные жалобы. Неоднократно на головы соседям падали фрагменты столетнего фасада. Это наш черный ход. Здесь падает вот с крыши все. Однажды меня просто завалило здесь. Хорошо, что не на голову, когда я шла с работы. А утром я выходила на работу, меня соседи открывали, то есть убирали. Лестница здесь тоже гниет. Крысы бегают из подвала. Никто этим не занимается. Не знаю, как нам. Крыша течет. Течет. Вот у меня в комнате сделали мы ремонт, уже пятна, уже пошла паутина трещина. Жители дома стараются бороться с проблемами своими силами. Однако, эта ситуация не меняет. Взяться за работу должны коммунальщики. Но пока им, видимо, не до этого. Текут крыши. Мы ставим тазики, мыски, чтобы не текло. Как ремонтировали дом, я не знаю, потому что течет, значит, плохо делали. Я обращалась на Некрасова с заявлением, чтобы сремонтировали крышу. Они сказали, что ремонт там будет происходить через три года. Короче, уже прошло пять лет. Никто не ремонт не делает. Течет все. Шифер, строительный мусор и гнилые балки перекрытия – это то, что осталось после ремонта коммунальными службами в 2012 году. Но кардинально ситуацию это не поменяло. Крыша продолжает течь. По словам жителей дома в управляющей компании, бывшем ЖЭКе, ответ на их просьбы о помощи находит десятки отговорок. Ключевая из них – не хватает финансирования. Сразу я обратилась в ЖЭК, мне говорят, ну что, мы ремонт здесь делать не будем, мы можем оббить это. А почему не будут? Не будут, у них денег нет уже. Предлагали нам взять на себя дом, было собрание, но в доме живут практически пенсионеры. Парадные ступеньки поломанные, мало света идет, не видно ничего. Ступеньки мраморные, хорошие, но не поломанные. Дом на Пастера, угол Конной, также является памятником архитектурного значения. Он был построен в тот же период, что и здания на Канатной, Торговой и Ясной, которые недавно обрушились одно за одним. Проблема во всех этих зданиях во многом похожа. Только некоторые пока еще держатся. Валерия Абабина, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Потому что нету...